Во время кризиса многие люди остаются без работы, а найти новую по специальности оказывается не всегда просто. Например, сейчас в Магнитогорском центре занятости количество обратившихся горожан больше, чем число вакансий. Однако возможность дополнительного заработка есть. Благодаря программе общественных работ центра занятости можно устроиться на временную работу, при этом не теряя пособия по безработице. Рассказывает Павел Берсенев. Анжела Макова лишилась работы в прошлом году. В декабре обратилась в центры занятости и спустя некоторое время, благодаря программе общественных работ, устроилась в детский сад номер 77 младшим воспитателем. Трудится здесь она уже пять месяцев. Я надеюсь, что перспектива есть. Учусь на психолого-педагогическом факультете, у меня четвертый курс, ну и планирую в дальнейшем остаться здесь работать воспитателем, если поставят. Программа общественных работ в центре занятости действует постоянно. Человек, который приступил к общественной работе, может рассчитывать на зарплату, которую предлагает работодатель. Для бюджетных организаций минимум 7,5 тысяч рублей, для коммерческих не менее 9 тысяч 200 рублей. При этом он продолжает получать пособия и особую материальную поддержку от центра занятости в размере минимального пособия по безработице, которое призвано стимулировать интерес к малоквалифицированному труду. Таким образом, его доход будет формироваться из трех источников. Работа, которая не требует профессиональной подготовки или специального образования, это дворники, младшие воспитатели, кондукторы, официанты, уборщики, подсобные рабочие, почтальоны и так далее. Программа популярна сейчас, потому что ситуация с вакансиями достаточно сложная. То есть человеку, даже имеющему образование и опыт работы, зачастую очень сложно найти работу по специальности. И поэтому даже люди, которые были служащими, то есть они соглашаются на такую работу, потому что на самом деле это хороший вариант материальной поддержки, поддержать себя в трудный жизненный период и при этом не сидеть дома. Эта программа действует от месяца до полугода. В Магнитогорске с начала года по ней трудоустроено более 250 человек и есть еще 230 вакансий. Тем, кто желает заняться общественным трудом, нужно подойти в Центр занятости по адресу улица Советская, 178-1, в 35-й кабинет. Телефон для справок 4205-54. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.